Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас почти предновогодний выпуск. Будет он посвящен мечтам. Мы же все перед Новым годом мечтаем, вот здесь будем мечтать. Мечтать будем о полетах в космос, о будущем, о том, можно ли на этом заработать и как, можно ли это сделать уже сейчас. Поговорим поэтому вместе с Олегом Почеговым, постоянным соведущим, аналитиком и креативным выдумщиком всего этого проекта, о мечтателях, которые живут далеко-далеко от нас, за большой лужей, один живет за маленькой лужицей, за французским каналом, по крайней мере. Мы будем говорить о двух интересных проектах, частных космических кораблей, частных космических программах. Ну и, собственно говоря, слово тебе. Ну, что тут сказать. Мы хотели поговорить про два таких замечательных человека. Это Ричард Брэнсон и Илон Маск, которые пытаются сделать, ну, свою американскую мечту осуществить. Насколько это у них получается, вот интересный вопрос. И, как бы, вот первый Ричард Брэнсон, да, с Верджин Галактик. Тут у нас, как инвесторов, возникают некоторые вопросы. А нужна ли вообще такая программа? Ну, с точки зрения американцев, конечно, это что-то новое, интересное. Но вот с точки зрения практического применения этого дела, вот тут возникают самые главные, как бы, у нас вопросы. Ну, что стоит отметить? Во-первых, это не совсем выход, как, скажем, на орбиту, да, это вот суборбитальные космические аппараты, которые летают всего на высоту до 100 километров, чтобы было понятно, что разогнаться до первой космической скорости, такой аппарат не в состоянии, соответственно, вывести на орбиту, выйти, тоже он не в состоянии. И даже если бы он это смог, то обратно спуститься, он был бы тогда бы не смог, потому что необходима хорошая защита от перегрева, он просто бы сгорел в плотных слоях атмосферы, да, и, соответственно, так как сейчас он уже не смог выглядеть красиво, да, с лакированной красочкой. То есть он не просто такой изящный в самолете, или он должен быть гораздо большего размера, чтобы иметь защиту. Да, это было бы что-то уже более похоже на какие-то наши бывшие там союзы, буроны, да, что-то такое громадное, неповоротливое, вот. И, конечно, пока можно говорить только о туристическом бизнесе, насколько это все серьезно, и вот насколько это все при цене 250 тысяч долларов, понятно, насколько это нужно. Но, правда, была вот некая идея о том, что если разогнать такой челночок на вот высоте 100 километров, то дальше он может преодолевать там расстояние 10 тысяч километров, и очень быстро, там может быть там час, два, три, и уже быть трансатлантические какие-то, ну, какие-то вот маршруты, да. Вот такого рода идея, но тут тоже возникает некоторая проблема, потому что на такой высоте он должен, соответственно, разгоняться ракетным двигателем, а это в разы дороже, чем любой реактивный самолет будет, и вот тоже перелет, да, ты быстро можешь оказаться из Америки вернут, но цена вопроса остается весьма высокой. То есть вот что касается Virgin Galactic, вот такое вот мнение, что пока это только на уровне все-таки туристического бизнеса, то есть что-то больше интересного, то пока выжить не удастся. Ну, может быть, это другой мнение? Нет, 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 у меня на самом деле по обоим проектам мнение примерно такое, еще довешенное тем, что Илон Маск, в общем-то, делает программу, ну, там деньги есть формально небольшие со стороны правительства, гранты, да, значит, миллион долларов, все что-то, в сумме порядка ста, со стороны разных вот с помощью стола не пришло, заведомо, ну, я думаю, это не только, так сказать, деньги частных фанатов, и частных фондов, ну, стандартная американская модель финансирования важных для государства проектов, но как бы не за госденьги, как бы не напрямую через бюджет. Ну, то есть это не светится широко, не освещается, на самом деле, не входит непосредственно образ, потому что, грубо говоря, у НАСА такой тренд на то, что, в общем, пилотируемая космонавтика вообще не особо-то нужна, да и, в принципе, вот эти все крупные корабли, они не так уж нужны, хотя сама по себе идея, и это, вообще говоря, во всем мире такая тема, ну, может, в Китае немножко иначе, но только потому, что у них нет собственной станции, хотя, в общем, то... По крайней мере, это то, что мы, ну, так сказать, из первых уст, знаете, то, что на плаву, да. Интересно ведь что, что сама по себе идея, вот, используемая у Илона Маска, это возврат основной, хотя бы существенных элементов, существенных элементов ракеты, Илона Маска, это чуть ли не сто лет ей, конкретно она рассматривалась, вот, буквально, практически, там, и в советское время, был проект «Энергия-2», который, ну, я думаю, что, наверное, был бы уже реализован, если бы иначе все пошло, но не факт, что это было бы экономически целесообразно, потому что, в принципе, сделать невозвращаемую дешевую схему может быть гораздо эффективнее, чем возвращаемую дорогую. Здесь, правда, делали упор на то, что именно этот и дешеврь. Да, 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 но, в принципе, у «Шаттлов» такая проблема уже существовала, вот, они двигатели, да, сбрасывали на парашюте, и продувка этого двигателя была гораздо дороже, чем сделать новую, в общем-то, они не смогли ничего так на тот период придумать, вот, но, как бы, вот, у Илона Маска все-таки есть некоторая потенциальная идея этого, что касается тяжелой ракеты, но, чтобы было понятно, вот, обычная его ракета, да, будет отличаться от тяжелой установки нескольких разгонных блоков дополнительных, как у нас в «Союзе» было там несколько штучек, да, и вот тогда, как бы, эта ракета уже берет другой вес, и она может позиционировать себя, ну, потенциально, может быть, какой-то выхлоп, но, опять же, это интересно было бы, если там какая-то станция, да, скажем, МКС, да, у нас была, потенциали, но, так как мы знаем, что МКС вот все-таки ресурс ограниченный, она должна быть затоплена, то, получается, а что там взамен, ничего нового не планируется, тут тоже вопросы такие, выводить там десятками спутников с тяжелой ракетой, но, по крайней мере, вопрос стоит такой, а вот, я, насколько знаю, у нас в России свернуто финансирование тяжелой ракеты на сегодняшний день, и плюс тут большой, у Илона Маска, конечно, то, что у него все-таки двигатели, да, в отличие от нашего, там, протона, да, это все-таки экологические двигатели, тут никуда не денешься, вот. Вот это, вот это интересно, и, кстати, не у Илона Маска, потому что, ну, одно дело, там, не знаю, проект Королева, да, там субъем был человек, который, даже если не он придумал, то он наполовину, там, обсчитывал, грубо говоря, идейную, да, здесь все-таки Илона Маска, это, кстати, оба проекта, и у SpaceX, да, и у Ричарда Брэнсона, все-таки это такой, наверное, бизнес-стиль фанк, да, Ричарда Брэнсона, это бизнес-стиль фанк, ну, конечно, это рок-н-ролл, да, это рок-н-ролл, и во многом вот эта вот сладкая идея, да, при общении к космосу, к великому, это прекрасная вещь, но это не совсем... Все-таки, да, ну, давайте так, откровенно говорить, вот, скажем так, SpaceX, да, в отличие от протона, делает это кислородный с водород двигатель, да, соответственно, что касается протона, ну, сами понимаете, протон, это очень опасная вещь, которая, если что-то там взорвалась, ну, что это экологические проблемы серьезные, поэтому это все-таки его кредо, маска, я имею в виду, вот, экологичность, да, какие-то сберегательные технологии, там, батарейки, вот это все, это в таком же, в том же духе, но тут надо поприветствовать только... Безусловно, потому что, в принципе, задача стабильного горения водорода, стабильного окисления водорода кислородом, без зародушек, вообще говоря, это стандартная, это гремучая смесь, гремучий газ. Ну, да, да, это опасная вещь. Это, это, вообще говоря, если будет решено, то это само по себе очень здорово. Ну, тут, конечно, завязывается на немножество проектов, да, множество проектов, по-моему, ракеты, видимо, это лаборатория, которая это все исследует и занимается все это в связке одно с другим. Ну, а что касается инвестирования, все-таки, мне кажется, на сегодняшний день, если туда заходить, то небольшими, может быть, объемами и как... Я думаю, да, потому что это, ну, можно это, это венчур, причем это, на самом деле, технологический венчур, то есть это даже не столько бизнеса, там бизнес-то и нету пока никакого. Бизнес-то. Это вопрос, вот, вы считаете, что вы инвестируете там в Буран или в R7, да, или в Атлас, да, сколько они падали, да, потом, потом полетело стабильно. Это примерно та же самая вещь, здесь никак вам не помогут никакие финансовые отчеты, которых тем более нет, и тут наша, даже если вы инженер, это, в общем, довольно бессмысленная вещь, пытаться, не имея реальной технической документации, пытаться что-то прогнозировать. То, что когда-то это, наверное, выстрелит, безусловно, у этих ли компаний или у других ли, вот это уже вопрос, и по срокам это еще больше вопрос. Ну, вот этот вот бизнес-стиле фанк позволяет, в принципе, капитализации даже на таком уровне расти, ну, примерно как у биткоина, наверное. Согласен, да, и какой-то вот урок Фейсбука, например, да, можно совершенно неожиданно увидеть рост на таких вещах, которые, на первый взгляд, мягко говоря, не очевидны. Не очевидны, да. Ну, что можно сказать, я думаю, что немножко можно каких-то средств вложить в эти... Ну, грубо говоря, то же самое, как этот вопрос еще и госрегулирует, во многом, да, это технологического совершенствования, госрегулирования и масштабируемости. Примерно как сланцевый газ, да. Ну, в общем, начинали со 180, если бы не было поддержки, не было бы кредитования, не было бы потом снижения нормативов по выданным кредитам, то это все бы, по крайней мере, не дошло бы до того уровня, до которого дошло. Была поддержка, была, ну, госпрограмма, по сути, да. То есть даже как, условно, если бы космос развивали, ракеты развивались только на инноваторах у нас или в Германии, так, наверное, бы ничего еще не было. Тоже там есть государственная. Ну, может быть, это пока, пока, пока об этом мало говорят, но все-таки как дополнительный плюсик можно это иметь в виду. Даже, я тоже понимаю, есть еще такая интересная вещь, как такое квази-государственное финансирование, плюс финансирование крупных инвесторов под частных, формально даже, абсолютно частных, под будущую продажу государства. Потому что все настолько стало широко, очень похоже на фармацевтику, да, когда сначала, фактически, компании крупные вырастали там из одного ученого или из одной лаборатории, потом они всасывали в себя гигантское количество институтов, оказывали, и производства. Были гигантские R&D-подразделения, R&D-бюджеты. Выхлоп оказывался крайне небольшим. Это приводило к росту цены, потому что в нем надо было вложить все неэффективные, вернее, эффективные исследования, но окончившиеся отрицательными результатами. Ну, понятно, что это все, да, лошадные должны были. Да, мы будем покупать идеи, то, что называется стартапов, на самом деле, у других институтских, у институтских групп, у лабораторий, у отдельных научных коллективов, которые потратили 20 лет, и вот они стоят уже у порога. Вот это покупается. На этом вырастают там стартапы, но они не на пустом месте. Не о том, что, о, сейчас я буду придумывать легарства от СПИДа. Не, браток, ты принеси результаты исследований в своем институте последние, там, 20 лет делаешь. Да, мы там посмотрим. И мы у тебя купим, когда у тебя будет на клетках готовых. Показано, что там блокируется, не знаю, там интеграция. Ну, естественно, что сейчас, скажем так, и фармацевти, и космические технологии, государство пытается найти дешево это купить, и войти в бизнес с минимальными затратами, потому что неэффективность модели государства, она тут совершенно очевидна. И здесь некая, наверное, кладоиска, или как-то лотерея. В целом, если бы государство финансировало это, оно потратило больше денег, чем если оно купит в итоге готовые, лучшие в конкуренции. Оно порпитывает все их немного. Но приходят частные деньги, значительно. Ну, и плюс еще частные. То есть тут со многих сторон может быть финансирование, конечно. И все-таки есть большой шанс, что, конечно, государство не бросит эти проекты, и дальше это все-таки будет развиваться. Ну, тогда можно даже, может быть, подумать о более серьезном заходе. 20 тысяч. Рубль, не знаю, рублей, наверное, не получится. Ну, да, рублей. На минерской бирже, кстати, что-то торгуется. Ну, сейчас же это не проблема. Везде можно зайти, чем в рокеры любые. Ну, просто это вообще в России купил, и даже в России хранишь. Сейчас уже становится мир какой-то прозрачный совсем. Я думаю, что скоро уже мы не будем таких видеть границ. Все знают. А вообще-то не нужно, чтобы более не было. Чтобы мы что-то хоть хорошее видели, тогда и нормально. Ну, да, главное, чтобы самолеты не падали. Да, да. Ну, и космические аппараты тоже. Тоже, чтобы все это летало. Чтобы все было по плану. На этом заканчиваем наш предновогодний выпуск. Всем хорошего настроения. Без всяких мномов, действительно. Хорошего настроения. Удачи в торгах, в жизнях, в делах. И пишите. Ставьте лайки. Да. Удачи. Удачи. Ну, все по делу сказали. Все, что, хорошо по делу. Нормально. Всяких лишних. А то вот, Алексей Алексеевич, что-то вот там много лишнего. Последний. Законим. 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 Законим.